Музыка По словам российского премьера, особое внимание организаторам учебного процесса следует уделить соблюдению требований безопасности и санитарных норм. Независимо от того, где находятся школы, они не должны нуждаться в чем-либо, начиная от мелочей и заканчивая такими вещами, как учебники, компьютеры, высокоскоростной интернет, современные спортзалы, столовые и школьные автобусы, сказал Дмитрий Медведев. По словам первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, на подготовку образовательных организаций Среднего Урала из областного и местных бюджетов направлено более 2 миллиардов рублей. Около половины этой суммы ушло на ремонт и реконструкцию зданий. Также значительная сумма направлена на приведение помещений в соответствии с санитарным нормативом, пожарной и антитеррористической безопасности, сказал он. 1 сентября двери откроют все школы регионы, за исключением школы, в деревне Верхтиса Ачицкого городского округа, где восстанавливают кровлю после урагана. Работы здесь завершат 28 октября, а до этого времени 40 детей будут учиться в Ачите. Напомним, День знаний в Свердловской области за парты сядут почти полмиллиона школьников. Школы обеспечены учебниками, на их закупку было выделено 460 миллионов рублей из всех источников финансирования. Кроме того, приобретено более 20 тысяч единиц учебного, лабораторного, спортивного, компьютерного оборудования. В этом году муниципалитеты получили 45 автобусов, средства на приобретение которых были направлены из федерального и областного бюджетов. В регионе порядка 15 тысяч детей из сельских районов подвозятся до школ специальным транспортом. В ходе видеоселекторного совещания также было уделено внимание важности работы по созданию мест в детских садах для детей в возрасте до 3 лет и переходу на односменное обучение. Отметим, что в Свердловской области данную задачу планируется решить, реализуя областную программу развития образования, рассчитанную до 2025 года.